Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами вновь гроссмейстер Сергей Шипов. Я комментирую для вас четвертый тур Мемориала Таля. К сожалению, в нем проиграл Евгений Томашевский. Человек, который уже заслужил немало добрых слов от любителей знатоков шахмат. Он был чемпионом Европы, достойно выступал в суперфиналах. И вот его первый фактически шанс на супер турнире, к сожалению, никак не удается ему найти свою игру. Он уже потерпел два поражения и игру показывает крайне блеклую. Но зато у каждого поражения есть оборотная сторона, а именно победитель. Им сегодня настал Фабиано Каруано, юноша с кудрявой головой. Он уже как будто освоился в высшем обществе, он достойно сыграл в Вейконзее. И до этого, в общем, уже показывал неплохие результаты в элитном обществе. Ну, его участие в супер турнирах практически гарантировано итальянским флажком на столе. А вот Жене Томашевскому можно только посочувствовать. Я сильно сомневаюсь, что после возможной неудачи в этом турнире, сильно сомневаюсь, что его станут приглашать. То есть ему теперь придется только через отборочные турниры пробиваться снова наверх. Ну, признаться, мне довольно сложно комментировать партию, которая была сегодня между этими шахматистами. Дело в том, что я не знаю внутренней кухни. Вот что произошло, я, честно говоря, очень трудно сказать со стороны. Вот общая картина выглядит так. Так, Томашевский вышел в дебютный вариант, в котором черные с трудом держат равенство. Применил известную жертву пешки, после чего играл хуже, чем его предшественники. Его предшественники удерживали оборону, а он не удержал. То есть получается такая ситуация, что как будто бы запрограммированное поражение. То есть вот не видно даже проблеска, где, собственно, ну я укажу, конечно, пару неточностей, но, похоже, основные ошибки были допущены именно дома, в домашней подготовке. Это был испанский вариант, простите, это был вариант испанской партии, в котором белые уклоняются от контратаки Маршалла и прочих ужасов ходом А4. Но этот вариант периодически становится популярным. И, в общем-то, неторопливо развиваются. На самом деле он, конечно, не должен создавать серьезных проблем для черных. Ну здесь, к примеру, Ислананца 5 можно вывести и так далее, и так далее. Кстати, мы сегодня увидим похожую картину. В общем, давайте дебютные хитрости я оставляю без особого внимания. Но суть позиции стоит в том, что у черных, конечно, слабы белые поля. И вот здесь кардинальным способом решения этой проблемы является сверхактивная игра черных на ферзовом фланге. Я тут посмотрел несколько вариантов. Мне кажется, это вообще абсолютно не является необходимостью для черных. Но, с другой стороны, видимо, Женя все-таки ориентировался на предшественников. И вот то, что черные ставят сначала пешку на Б3, а затем еще и на С4, ну делать это, видимо, необходимо. Потому что, если белые выведут слона на С4, будет совсем тяжко. С4, ну вот такая вот жертва пешки. Только ход ладья Б7, это, в общем, небольшая странная какая-то новинка. То есть, Женя завоевывает вертикаль Д, но проблема в том, что непонятно, что он на ней собирается делать. Полей вторжения фактически нет. Вот. Ну, наиболее логично здесь было слон С5. Вот продолжение, которое было раньше. И то, я посмотрел немножко, по-моему, там полного равенства черной не добиваются. Последовала ладья Б7. И вот в дальнейшем я только один момент могу указать. Вот ладья Д6, ну совсем странный ход. Вот что случилось здесь с Томашевским, честно говоря, не понимаю. Так или иначе, надо было слона ставить на С5? Ну, пока пешка висит на Е5. Ну, может быть, конь Х5 надо было сыграть. Конь Х5, имитируя вот желание внедриться на Ф4. И вот здесь могут начаться, могли начаться какие-то осложнения довольно интересные. Конь Е5, слон Е3, конь Д7. Ну, в общем, здесь конь белых попадает в беду. Ну, на самом деле, борьба продолжается. Но это все исключительно иллюстративный вариант, который показывает лишь то, что борьба еще была. Борьба еще была. Разумеется, после конь Х5 и слон С5 белые, в общем, не обязаны бить пешку на Е5. Но так или иначе, можно было как-то, во всяком случае, имитировать борьбу. После ладья Д6 борьба-то закончилась довольно быстро, потому что белые осуществили очень хорошую перестройку. Слона пропустили на Е3. Конь через Д2 идет, может быть, на Б3, может быть, на С4. В общем, это совсем уже бедовая позиция. К тому же, вот после выхода коня у черных очень тяжелый выбор. Если его разменять, чего не было сделано, и вторгнуться на Д1, то белые просто холодно защищают ладью, после чего у них масса усиливающих ходов. Пешка висит, можно сделать еще форточку. Эта связка по первой горизонтали, разумеется, ничего не даст. Вот. Ну, а Женя пошел уже во все тяжкие. Он сыграл ФС7, отдал качество. Ну, правда, его идея была в том, что слон на Б1 остается неудел, и ладья А1 как будто бы не живет. Но после А5 она, на самом деле, получила некую отдушину. И белые без труда, без труда вывели фигуры на достойные позиции, после чего уже стало очевидно, что никаких шансов у черных нет. Нет качества, нет пешки. В общем, Томашевский сдался. Очень тяжелое поражение. Очень тяжелое. Камни Коронян. Ну, вот здесь вот выяснилось, что заготовил Крамник в защите четырех коней. Ведь именно в этом дебюте Владимир обыграл Ароняна в матче в Цюрихе. Но Аронян тогда вот слона вывел на С5, а не на Б4. И мне казалось, ну а что там Крамник мог иметь за душой после слона Б4? Мне казалось, что вариант совершенно безопасный. Но выяснилось, что у экс-чемпиона мира на все есть свой ответ. Вот дебютные ходы не вызывают больших подозрений. Вот здесь начинаются хитрости. Раньше здесь слон Ж5 в основном себе играли народ. Но там ситуация такая, что слон Ж5, ферзь Ф3, черные вообще не боятся сдвоения пешки на Ф6. Аш-3. Вот начинаются хитрости. Здесь С6 еще и Мануэл Ласкер играл. Ну, я думаю, что ладья И8. Ход не дроновый. Ферзь Ф3. Ну, после слон Ж5, С6, А5 получалась знакомая картинка С6 и слон Ф4. Вот еще раз подчеркиваю, на слон Ж5 следует ход А6, просто вызывающий размены. И после слона Ф4 начались уже, видимо, самостоятельные раздумья. Мне кажется, что слон Д6 все-таки было самым простым решением. Просто нивелировать одного белого слона. То есть, потому что то, что получилось в партии, ну это не совсем равенство. Слон Д7, А3, то есть, вот теперь слон не возвращается на Д6. И вот здесь Левон принял трудное решение, он отдал слона. Но вот теперь черным представить мучительная борьба за спасение. Например, если мы представим слона на Д4, или просто, допустим, белые сыграют С4, вскроют игру, то преимущество двух слонов будет очень весомым. Поэтому КЕ4. И вот Левон здесь перешел в разноцветные слоны. На самом деле, здесь компьютер поначалу недоумевает. А почему это Левон не съел пешку на С3? Ну вот если дадите ему призадуматься, да сами попробуйте ввести пару ходов руками, то здесь обнаруживается такая инициатива. Ферз Ж3, ну угрожает слон Е5. На Ф6, Ферз Х4. Очень важно прослабить прикрытие черного кроля. И непременно очень важно открыть чернопольные диагонали. Вот эта позиция, в принципе, не требуется никакого анализа. Гроссмейстер экстраклассом такие позиции не идет. Потому что чернопольный сквозняк в их лагере, в лагере черных, очень-очень силен. А пешка, ну компьютер радуется этой пешке, но недолго. Потом начинает грустить. Ферз Ф6. Вот размен на Е4. И вот этот разноцвет, он поначалу казался совсем достаточно безобидным. Но потом выяснилось, что ничего подобного. На самом деле, на ферзовом фланге у белых есть серьезная инициатива. А пешка на Е4, в общем, скорее только мешает черным. Слон Е6, ладья Д1. Кстати говоря, вот ход-то не очевидный, ладья Д1. С учетом того, что потом белые все-таки эту ладью на вертикаль Б встали. Но не буду критиковать игру Крамника, потому что мне есть что покритиковать в игре Ароняна. Ну, наверное, слон Д5 здесь надо было все-таки играть. Слон Д5, ферз Е6. Это было посолиднее. А Ливон тут стал играть, ну, чрезмерно хитро. Ферз Ф5, ладья Д4. Да, кстати, я ошибся. На Б1-то пошла другая ладья. Вот, здесь, наверное, ферз А5 имело смысл. Но последовала тонкая Ф6. На самом деле, в результате этой тонкости ученых седьмой ряд начинает провисать, простите, ладья Б1. И вот здесь уже белые ладьи стремятся туда, вот в печень, прямо в печень к черным. Слон Д5, С4. Вот видите, что пешка-то сдвоенная, но на самом деле она имеет очень большой вес. Например, если будут разменены пешки С4 и С6, тогда останется еще проходная пешка С2. Ладья Б7 вот здесь уже, на самом деле, достаточно серьезная перевес у белых. Ладья Д8, ну, вероятно, здесь Крамник допустил серьезную ошибку, потому что простым банальным разменом на Д8 и взятием на А7 он, на самом деле, сохранял достаточно серьезные преимущества. И, в общем, вы знаете, тут ни один пуд соли пришлось бы съесть Ароняну, чтобы спасти эту партию. Крайняя проходная очень опасна. Ну, и к тому же ладья по седьмому ряду выглядит достаточно активно. А вот после слона Д6 появился ход ладья Д7. Ну, Крамник, я вот краем уха и осколком сознания здесь зафиксировал то, что он сказал на пресс-конференции, он просто просчитался. Он считал, что здесь проходит ладья бьет Е4, очень сильный удар, идея которого связана с тем, что у черных слаба восьмая горизонталь. Но, на самом деле, черные просто не обращают внимания на все красоты, а спокойненько идут в размены. Вот здесь выясняется, что вот это, во-первых, у черных очень активные фигуры, во-вторых, они могут даже зайти за белыми пешками. И, видимо, здесь получается вот такое окончание, которое, ну, я думаю, при ладье на А2 проиграть практически невозможно. Вот. Последовал размен на Д7, и, в общем, дальнейшая часть партии лишена всяческого интереса, потому что после размена ладей, когда не упали пешки А6 и С6, А7 и С6, ну, здесь совершенно уже борьбы никакой особой нет. Черные могут стоять, могут проявлять активность. В общем, здесь соперники просто исполняли свой практически супружеский долг перед организаторами турнира, которые обязали их играть до 40-го ухода. Ну, вот Крамник и Аронян честно-честно дотянули до 40-го ухода, и здесь согласились на ничью, хотя, конечно, 10 ходов было явно лишних. Морозевич Раджабов, ну, по идее, эту партию надо было показывать первой, потому что все-таки встречались лидеры, и они, кстати, остались лидерами. Но, вот, вы знаете, здесь не получилось полнокровной борьбы, виной всему очень редкий вариант, который избрал Раджабов, и Морозевич не смог ничего там особенно продемонстрировать. Вот вроде бы, вроде бы открытый вариант испанской партии, но не совсем. Вот здесь все играют Б5, Б5, и на слон Б3 играют Д5, и начинается длиннющая теория после взятия на Е5. А последовал хитрейший ход слон Е7, вот такая небольшая вариация, ладья Е1. Здесь, вот, как ни странно, многие гроссмейстеры играли в 5, включая Смыслова, Корсенкова. Ну, не знаю, ход мне, лично мне, представляется страшно рискованным, и стратегический, и тактический, да как угодно. Ну, кстати, в анализе эти опасения подтверждаются. Видимо, там у черных все-таки неприятные позиции. Б5 ход гораздо более солидный, но, на самом деле, белые все-таки по центру успевают продавить, и получают крайне приятную, на первый взгляд, позицию. Вот, теперь в случае БА очень неприятно Д5, то есть белые оттесняют коня, съедают пешку, и там на А4 пешка может упасть. Вот Д5 последовало, здесь четкий удар, конь бьет Е5, то есть у белых все висит, но пока у них лишние фигуры. И, на самом деле, брать на Е4 нельзя, потому что белый конь очень быстро начнет все подряд кушать, и у белых останется две фигуры злодью. Поэтому взятие на Е5, БА. Вот, и мне кажется, что здесь все-таки, если уж бороться за перевес всерьез, надо играть конь Ц3, конь Ц3 и попытаться съесть пешку на Д5. Я понимаю, что Морозевича смущало наличие двух слонов черных, и он этих слонов вот разменял. Вот, но все-таки я думаю, что в анализе он, конечно, конь Ц3 бы посмотрел, но вряд ли предполагал. Б3 последовало, два нуля. Ну, здесь ранее размен происходил более ярко. После, в результате удара на Е7 и слон А3 разменивались еще пару фигур, но там черный, кстати, ферз на Ж5 выскакивал, и слон на А3. Это довольно опасная идея. Поэтому Саша сыграл аккуратнее, сыграл слон А3, и вот размен. На самом деле, вот первое ощущение от позиции, что у белых очень большой перевес. То есть, все мы помним классические окончания, где вот слон против, конь против слона при вот таких центральных пешках обеспечивает большой перевес. Вот, ну, скажем, если коня потом в будущем перевести на Е3, вот, ликвидировать все активные идеи черных, но вот это не удалось. На самом деле, судя по всему, действительно перевес белых оказался намного меньше, чем казалось поначалу. То есть, стороны делали вполне солидные и логичные ходы, но вот, пожалуй, единственный момент. Вот здесь я могу сказать, что надо было сыграть ферзь Д2. Во-первых, не уступая вертикаль, а если черный побоится за нее, то белые как раз вот предлагают переход вот в этот самый классический эндшпиль, ферзь Ж3. И вот здесь у черных могли возникнуть серьезные трудности. А после размена на Е8 и ферзь Д2, видимо, здесь уже полный порядок у черных. Размен. Ну, вряд ли что-то менял взятие пешкой С. Там, кстати, черные тоже могли слона на Б5 поставить. Вот. А в случае АБ, собственно, такое взятие напрашивается. Пешка на А6 слаба. Но черные нашли прекрасную расстановку. То есть, не черные, а Таймур Раджабов. Вот. На самом деле, вот такое обезличивание людей, оно все-таки неправильно. Вот если это... То есть, решение за доской находят не пешки, не фигуры, не черные, не белые, а именно шахматисты. Так вот, Таймур нашел прекрасное решение. Он сыграл ферзь Б4. Вот. Ну, здесь я так понимаю, что на ладья А6 последовало бы что-то страшное. Например, ферзь Д4 с матом на Е1. Вот. А после грамотного хода А3 слон черных встал на Б5. И возникла очень крепкая позиция. Причем, черный ферзь исключительно активен. Давит на пешку Д4 и поддерживает пешечные рывки черных. Видимо, здесь уже ничегошеньки нет. Вот. Здесь, опять-таки, брать на Д4 нельзя в свою очередь. То есть, мы видели один мат уже практически белым, а вот здесь мат мог случиться черным. Но это, конечно, редкостный кооператив. А кооператив в наши времена уже не строят. В наше время квартиры уже только покупают, к сожалению. Вот. Ферзь Е3, С6. То есть, ну, стало ясно, что уже партия лишилась всяческой интриги. И соперники, опять-таки, как и в предыдущей партии, исполняли лишь свой гражданский, супружеский, игротский, какой угодно долг. То есть, они просто бессмысленно ходили по доске, посматривая друг на друга с явной скукой. Вот. Ну, я так думаю, что они это делали быстро и все-таки не сильно устали. Вот. Карлсон Грищук. Ну, вот это, пожалуй, самая сложная, самая интересная партия тура, в которой я уже по сложившейся традиции не смог разобраться во всех ее деталях. Просто укажу несколько интересных моментов. На самом деле, здесь действительно исключительно тонкие были моменты, которые надо анализировать серьезно, не торопясь. Вот. В такой обстановке, когда никто никуда не спешит. И так, это была снова тихая испанка, такая тихая, тихая, такая негромкая, неслышная. А4. Ну, вот тот самый вариант, опять-таки, который мы уже видели в партии Круана-Томашевский. Только тоже пешка пошла на Б4, конь Д2. Вот здесь слон пошел на Ц5. Вот такая другая немножко расстановка. Слон идет в активность. Но у выхода слона на Ц5 есть и свои минусы, потому что теперь связка коня Ф6, которую осуществил здесь Карлсон, она все-таки доставляет черным некоторые неприятности. Но, кстати, раньше, раньше белые не торопились, играли здесь H3. H3 и слона ставили на Е3. Вот так, понадежнее. А слон Ж5 это по большому счету провокация, потому что черные не ждут, а они начинают здесь резко-резко активизироваться на королевском фланге. Белый слон вскоре оказывается на Ж3. Итак, слон Ж4, конь Е3, ну самое логичное возражение. То есть задается вопрос черному слону. Происходит размен. И вот здесь у меня есть некоторые вопросы. Вопросы к Магнусу. А может быть стоило взять ферзен? Разумеется, здесь угрожает страшный ход конь Д5. Поэтому, я так полагаю, конь Д4 ход вынужден. Ферзь Д1 спокойненько. Опять-таки, ход конь Д5 угрожает. И слон С4, возможно. Видимо, на Б3 меняться надо. Но, судя по всему, черные здесь могли создать непробиваемую крепость таким образом. Ж5, слон Ж3. Вроде бы ужасное ослабление. Если конь придет на Ф5, можно будет сдаться. Но вот его надо будет уничтожить. И, судя по всему, после ферзь Е7 черные выстраивают чернопольную баррикаду по всей центре. Конь Х7, Ф6, С5. А чернопольному слону трудно себя проявить. Вот интересно, Магнус это все просчитал или интуитивно почувствовал? Ну, я надеюсь, что это было первое. ЖФ выглядит со стратегической точки зрения исключительно опасным. Потому что после естественного хода Ж5, слон Ж3, этот слон остается фактически декорацией. Вот если черные никак, никоим образом не двигаются, а еще лучше пешку на Ф6 поставят, то слон абсолютно не чувствуется. Известные классические партии, Капабланко и прочие товарищи выигрывали здесь за счет лишней фигуры на другом фланге. Но в данной ситуации не все так просто. Потому что вот как раз на оставшейся части доски у белых есть исключительно серьезный плюс. Во-первых, конь идет на Ф5, слон белопольно стреляет. И, кстати, вот этого конята, если разменять, то слон Ж3 резко живет. Здесь слон на Ж3 уже куда-то выходит, и к тому же появляется волшебная возможность скрыть игру ходом Ф3 и Ф4. Вот, так что не все так просто. Конь Д4. Ну, я так понимаю, что дальнейшая часть партии достаточно логична до некоторого момента. До некоторого момента. То есть черные, разумеется, направляют свои отряды на пункт Ф4. Вот самое главное, чтобы пешка Ф3 не пошла вперед. Самое забавное, что ей это удалось. Это, кстати, удивительно. Причем, вы не поверите, белые имели ни одну возможность направить пешку на Ф4. Но так сложились обстоятельства. Ладья Б1, конь Ж7. Вот здесь уже стало ясно, что у Грещука очень серьезные, амбициозные планы направить пешку А6 на А4. Слон Д5, ладья С8. Тут выясняется, что у белых есть своя контригра. Но это так мягко говоря, контригра. На самом деле, достаточно серьезная инициатива на ферзьем фланге. Потому что белопольный слон зверствует. Король H1. Это подготовка к войне на королевском фланге. Вот. Теперь, если сыграть H5, вот так простодушно, тогда белые сыграют H4. На ЖH слон H2. Ладья H1. И вот там уже на королевском фланге выяснится, что у черных есть серьезные проблемы. Так, мои коты в это время начали песни любви, как Ромео и Джульетта, которые плавно иногда переходят в драки какие-то античных воинов. Поэтому, если вы их услышите, не удивляйтесь. Это аккомпанемент. Эти создания помогают мне записывать ролики. Так, они создают настроение. Боевое настроение. Особенно, когда к моей коты дерутся, это вообще такое зрелище, хоть снимая на видео и показывая по телевидению. Так, король H8. Но они, кстати, всегда остаются живы и никто никого не убивает. Молодцы. Король H8. Ладья G1. Ферзь F6. Вы знаете, вот внешнее такое ощущение, что у черных здесь абсолютный полный порядок. Слон С4. Но вот единственное есть маленькое. Вот мелкая такая. Мелкая такая неприятность. Пешка висит. А вот если эту пешку потерять, тогда будет проходная у белых. А5, ладья B5. То есть, курочка, она клюет по зернышку, а Магнус Карлсон, он клюет по пешечкам. И вот теперь хочет съесть на А5. Здесь Саша принял мужественное боевое решение плюнуть на эту пешку. Хотя слон B6 на самом деле было неплохо. Может быть, ему, конечно, не нравился ход конь D5. Но а что дальше? Потому что вот разменивать такого гордого сильного коня на B6, мне кажется, что здесь ничего особенного у белых нет и быть не может. Потому что слон на ЖТ и остается, а ничего у черных, по сути, и не падает. Вот. Но последовало А5. Это уже игра с огоньком. Причем, вы знаете, такая игра юного пожарника, который, наверное, должен был сгореть. Вот. Уже здесь был очень сильный удар. Удары белых ввиду того, что белый ферзь рентгеном смотрит на А5. Слон Е6. Вот не ладья А5, а слон Е6. То есть Магнус-то синицу в руках зажал очень крепко. А можно было поймать журавля ходом слон Е6. Теперь возникают фантастически красивые варианты. Особенно красиво, например, комбит Е6, когда на поле Ф4 4 боя черных. Но следует, тем не менее, ход Ф4 с убийственной атакой белых. Основной вариант ФЕ. И здесь неожиданно слон бьет Е5. Вот такое можно, собственно, и просмотреть. Взятие пешкой, понятно, плохо из-за ладья Ц5. А после ферзь Е5, Д4, белые все-таки отыграют фигуру. Начинаются жуткие осложнения. Но в этих осложнениях, как показывает даже первый взгляд, безо всякого анализа, видно, что у черных дела-то плохи. То есть, А5, вообще говоря, вот это движение А5 было очень сомнительным. Но после ладья опять оправдалась. Аж 4 и слон пойман. Слон пойман, но вся штука-то в том, что у белых получается фантастически очень сильная компенсация. Кстати говоря, здесь тоже можно было треснуть слоном на Е5. И там получались совершенно чудовищные осложнения. То есть, здесь надо смотреть просто молча. Просто молча и восхищаться от того, что происходит. Опять пешка идет на Ф4 под 15 боев. И возникает какая-то вот позиция становится, как говорят, все чудесатее и чудесатее. Вот. То есть, у черных лишние фигуры. Но спасутся ли они, вот, например, после Д4? Здесь очень большой вопрос. Вот. Но Магнус не решился. Он сыграл конь Ж4. Решил съесть не просто какую-то пешку, а ферзя. Ферзь Е7. Вот. В этот момент можно было Д4 вот так порвать сюртук в центре. Вот. Дырку для ордена просверлить вот здесь. И я опять-таки не смог завершить вариант четкой оценкой. Но Магнус следует ферзем на А3. Подтягивает боевое орудие против короля. Конечно, здесь брать на Ж3 нельзя из-за ферзь А3 и конь А6. Ладья А8. Вот Александр здесь вовремя спохватился и стал активизировать ладьи. Очень хорошее решение. Ладья бьет С5. Но тут уже белым нельзя отступать. Немножко удивило, конечно, взятие пешкой. Потому что на Е5 жалко отдавать. Но на конь С5 на самом деле следовала новая серия залпов. Слон бьет А4. И теперь на Ж4. То есть почему, собственно, Грещук не взял конем? На Ж4 здесь следует ферзь С1. Крайне неприятный ресурс. Ферзь идет на А6. Я думаю, что здесь у него просто холодный пот выступил на лбу. Вот. И он отказался от взятия. Он сыграл ДЦ, чтобы конь остался поближе к королю. Конь бьет Е5. Ферзь Ф6. Ферзь Ф6. И вся штука в том, что черные держат на прицеле пешку ФТ, не давая тем самым сыграть конь Д7. Ну, вот это самое не давая. Можно было изменить эту ситуацию все тем же ходом Ф4. Вот уже можете посчитать четвертый или пятый раз я говорю про ход Ф4. Например, ЖФ. ЖФ. И вот теперь вилка проходит. Ну, дальше, если посчитать, кто больше съедает, то все-таки съедают больше черные. У них, в общем-то, лишняя фигура. Но такая лишняя фигура она не радует. Например, если взять ладьей, то после ферзь Ж2, на самом деле, белый просто сохраняет напряжение на королевском фланге. А пешка А черепашкой бежит в ферзе. А если побить конем, то тогда теряется на Ф7. Ну, это, в общем, совершенно сумасшедшая позиция, которая, в общем, ясно, что здесь кто-то умер бы. Эта позиция, я бы сказал так, к покойнику. Последовал ферзь А3 и ладья бьет А4. То есть, здесь, вероятно, Грещук вздохнул с некоторым удовольствием, потому что уничтожил опасную проходную. И, в общем, пока ничего страшного не происходит. Вот, здесь начался достаточно сильный цветнот, и, конечно, мои досужие рекомендации могут выглядеть как занудство. Ладья А6 и ладья Д6, но это дань цветноту. На самом деле, здесь можно было зайти за пешкой А3 ладьей даже сразу, а может быть, С6, потом ладья А3. Ладья А6, и вот в 151-й раз констатирую то, что проходил ход Ф4. Вид совершенно замечательный, но, правда, он вел все-таки к почти равной игре, в которой, видимо, какие-то повторения ходов соперники обязательно нашли бы. А последовал слон С4, ладья Д6, и, наконец-то, вот уже со 152-й попытки все-таки Ф4 последовало. Ну, рано или поздно надо так играть. Конь Ф4, взяли-взяли, и вот белые здесь удачно перекручиваются, нападают на пешку Ж5. Играть Ф6, кстати, нельзя, потому что после ладья Ж4 ферз С1 следует не повторение ходов как партии, а коварнейший ход король Ж2 с неотразимой угрозой конь Х4 и избиением черного короля. Последовал ладья Ж6, плотный, плотный гроссмейстерский ход, а вот здесь уже король Ж2 нехорошо, потому что при ладья НЖ6 черные уже не боятся всяких ударов, играют конь Х5 и напротив побеждают. В общем, последовало абсолютно логичное в данной ситуации вынужденное повторение ходов. Причем, заметьте, что соперники аккурат уложились в 40 ходов. Вот это была идеальная ничья с нынешними правилами. Ну что ж, молодец Магнус, молодец Александр, шикарная партия. Просто одна из лучших на этом турнире и здесь за бортом остались такие варианты замечательные. В общем, Грещук, кстати, партию за партию играет блестяще. Ну, на самом деле, с Мразевичем он играл еще лучше. То есть, с Мразевичем это просто был шедевр, но, к сожалению, не законченный. Да, вот там Джоконда у нас, Леонардо водит кисточкой и вот кляксу такую ставит жирную на весь холст этот бесценный. И шедевр не получается, мы о нем даже не узнаем. Вот так у него случилась партия с Мразевичем. Ну, здесь надо сказать, что судьба вернула ему должок и несколько клякс было со стороны Карлсона. Потому что вот то, что он позволил запереть своего слона на Ж3 и потом имел такие блестящие атакующие возможности, но не реализовал. Ну, вот можно сказать, что он у нас рука судьбы, которая возвращает Грещуку долги. Вот, а заключительная партия турнира это у нас Макшей Накамура. Накамура у нас играет самые долгие партии, он всегда играет ничей на окончании до победного конца. Мне хочется задать, конечно, вопрос Хикару, чем же он занимался с Гарри Каспаровым? Может, они в покер, в белот играли? Потому что я что-то не могу поверить, что в швенингенском варианте Каспаров не показал ему, ну, какие-то более амбициозные пути, чем тот, который продемонстрировал сегодня Хикару. На самом деле он по известным путям просто прибыл в пункт назначения под названием, как бы это сказать, покультурный. Жбан, ящик, гроб, саркофаг. То есть просто очень тяжелые позиции. Ну, вот начать надо, наверное, с этой позиции и упомянуть несколько теоретических возможностей уклонения. Но мы смотрим то, что произошло. Белые угрожают ходом А5. Здесь, в общем-то, классики привыкли играть Б6. Но вот Накамуру не классик, он сыграл конь А5, пропустил удар Е5. Это тоже, это все теория. Здесь даже знать-то ничего не надо. Это все теория, это надо просто учить. И в результате здесь у черных конь на Е8 оказался. Конь Е4, белые надавили, пешка Д6 висит, слон на Д7 страдает. Осознавая свою вину, ферзовый фланг заперт. В общем, позиция очень тяжелая, объективно говоря. Хотя, с другой стороны, выиграть ее непросто. Выиграть ее непросто. Здесь, как ни странно, Косымжанов играл белыми и проиграл после Ф6. Хотя, все равно, там перевес был огромный. А последовало Д5. И вот она возникла, запертая позиция французского типа. Но мне кажется, что ни один француз не был бы доволен такой ситуацией, когда практически фигура не ходит. Вообще фигура не ходит. Ферзь С8 от новинка сезона. Я здесь рассматривал ряд продолжений. Можно было и слева, и справа черных бить. Но напрямую сбить не получается. Вы знаете, здесь, в общем, все-таки, немало тонкостей. Макшейн. Макшейн. Ой, я, может быть, сказал Каруана, извините. Макшейн, на самом деле, здесь избрал очень интересный путь. Он сыграл слон Ф3 и провел С4. Кажется, что это дает решающий перевес. Вся штука в том, что брать на С4 нельзя. В этом случае размен на С6. Ферзь Д7 просто приводит к материальным приобретениям белых. Как минимум, качество они выигрывают. Накамуру позволил взять на С5. И, в общем-то, изначально казалось, что это очень серьезное ослабление. Без пешки черные вот-вот останутся. Но в динамике выяснилось, что как раз-таки уход пешки с Е6 облегчает положение черных. На Е6 может выйти конь. На Ф5 кто-то может выскочить. Здесь я нашел достаточно тонкие пути к перевесу белых. Но ясно, что за доской это было исполнить сложно. Единственное, что надо было понять Люку, что надо было сыграть Ф4. Не оставлять в беде пункт Б6. А он как раз немножко шаблонно сыграл. Конь Е6. И здесь второй был момент, когда надо было сыграть Б4. А он сыграл Ф3 Д2. И после размены Ф3 Д8 возникла вот такая неприятная ситуация. Когда под боем оказывается пешка Б6. На Ф4, конечно же, опять. Там нельзя забывать о том, что и пешка на Ф4 висит. А меняться на Е6 не хочется. Здесь в результате упрощения в центре получилась абсолютно равная позиция. Которую в собственном цепноте Макшейн стал постепенно ухудшать. И, в общем-то, было даже такое подозрение, что Накамура вот-вот завладеет серьезным перевесом. Вот после ладья Д6 эти подозрения усилились. Потому что ладья черных вошла на Ц4. Но Макшейн, на самом деле, достаточно грамотно соскочил в ладейное окончание без пешки. И к его большому удовольствию удалось разменять пешки ферзов фланга. Ну, а дальнейшее, дальнейшее это путь Накамура. Вот путь воина, который, в общем, играет любую позицию до победного конца. Но, к сожалению, здесь есть 30-секундное добавление на ход. И флаг срубить не удается. Ну, посмотрите, какое вот пикантное пешечное окончание произошло. То есть, ясно, что с ладьями они могли бы играть еще 50 ходов. Но вот Люк вовремя посчитал, что можно играть это пешечное окончание. И даже то, что белый король оказывается в углу запертым, абсолютно не доставляет никаких проблем. Итак, на h3 здесь только самое главное, не надо брать на h3. В этом случае король f2, белые погибают. Король g1, белые просто стоят и смеются. Стоят и смеются. Вот. Хотя, минуточку. Нет, я пошутил, конечно, уважаемые друзья. На король a2 стоять не надо. На король e2 надо уже брать. Потому что здесь вот после короля h1, короля f2 смех прекращается. И начинается плач Ярославны. В общем, вот так. Главное не взять сразу, а взять потом. И после h2 короля h1 последовал вот такой вот пад. Я считаю, что по очкам можно считать, что Накамура победил. Вот. Ну что ж, очень интересный был тур. Лидеры у нас по-прежнему все те же. Дай бог памяти Раджабов и Мразевич. Ждем продолжения борьбы.